Приветствую, друзья! С вами канал ProTaxi. Вы регулярно в комментариях пишите, дескать, ты вот недоволен Яндексом, ты его хаешь, подай на него в суд. Почему ты не подаешь в суд на Яндекс? И вот я нашел человека, который на Яндекс в суд подал. Сейчас вот сделаю скриншотик где-то вот здесь, вы видите, что в картотеке арбитражных дел уже есть дел. То есть оно будет рассматриваться в суде буквально вот 26 февраля. То есть процесс запущен, мы за ним с удовольствием понаблюдаем. А сейчас хотелось бы знать, а как так получилось? Из-за чего, Саш, ты решил подать на Яндекс в суд? Ну, к сожалению, у Яндекса присутствует момент недобросовестности. И решения о блокировке водителя, парка принимаются исключительно единолично. Парк был заблокирован, и мне ничего не оставалось, как защищать свои права уже в суде. Парк был заблокирован по смешной причине, что я якобы грубил, оскорблял сотрудников Яндекса. Причем выражалось это даже в нецензурной форме. А я просто защищал водителей, которые были заблокированы, которые не получали свои денежные средства за поездки. Смешно, но получилось именно так, что Яндекс указал причину блокировки нецензурные выражения. То есть, насколько я понимаю, Яндекс заблокировал водителей? Или что-то там произошло? Ты полез водителей защищать, пообщался с техподдержкой? Да, абсолютно так было. То есть, сообщение было, по сути, по одной из поездок. Это был Межгород, из Краснодара в Минводы. И водитель не получил свои денежные средства. Корпоративная поездка, достаточно приличная сумма, около 17 тысяч. И у водителя не было возможности даже вернуться оттуда. То есть, он рассчитывал, что заправится через Яндекс заправки и спокойно доедет до Краснодара. Два часа ночи он ко мне обратился. Спасай, не могу уехать. Прошли сутки, все равно денег нет. Машина арендная, человеку платить аренду нечем. Пришлось подключаться и бороться за эти денежные средства. Прозвучали некоторые веселые фразы в адрес техподдержки Яндекса. И после этого взяли на заметку, что я грубиям, что я веду себя неправильно с Яндексом. 29 марта парк был заблокирован. Именно по этой причине, как указали потом нам уже на предварительном слушании в суде. С одной стороны смешно, а с другой стороны грустно. Поэтому пришлось обратиться с 10 исковыми требованиями. Вот, собственно, я вам тоже дам скриншотик. Вот исковые требования. Выглядит не очень много. Ну, то есть, один листочек. Как ты говорил, это 2,5 килограмма? Да, 2,5 килограмма бумаги ушло в суд. То есть, там изложено само исковое заявление, исковые требования, изменения в аферте, которые мы хотим внести. Также там прикладываются именно те моменты, когда присутствуют нарушения Яндекса. То есть, блокировки водителей совсем необоснованные, незаконные. Вот, и как бы все это ушло в суд. Суд принял это дело к рассмотрению в полном объеме. Постараюсь поприсутствовать на заседании. Если будет такая возможность, это будет уже в следующем году. Но вот сейчас прям хочется знать, что в итоге ты хочешь от Яндекса получить. То есть, в этом суде, помимо того, что ты защищаешь свой бизнес, скажем так, я смотрю тут достаточно объемные требования, которые относятся не только к твоему бизнесу. То есть, фактически, ты защищаешь таким образом всех водителей и все парки, насколько я понимаю. То есть, суть требований какая? Что ты хочешь от Яндекса? Ну, требования, в общем-то, именно признания недобросовестности, это вот, по сути, касается всех парков. Хотя, я не имею права защищать третьи лица. Я исключительно защищаю свои нарушенные права. Но это может, вот этот мой иск может послужить именно для других парков, для других водителей, для самозанятых, чтобы они могли защищать свои права. Здесь, в этих исковых требованиях присутствует момент того, что заказы передаются нелегальным перевозчикам. Здесь присутствует то, что Яндекс является работодателем и применяет санкции, как и штрафные, так и поощрения к водителям. Не согласовывай это со мной. Хотя у меня есть в штате водители, сотрудники полноценные. То есть, уточню, у тебя в штате, то есть, я обычно говорю, что это фактически нереально. То есть, когда водитель трудоустроен в парк, это нереально. Поэтому, ну, типа, не складывается экономически. Но ты, получается, редкое исключение. У тебя в штате есть сотрудники, которые действительно являются твоими водителями, но при этом условия работы диктуешь им не ты. Абсолютно не я. То есть, я не могу контролировать время работы, я не могу применять к ним какие-то принципы наказания, поощрения, то есть, бонусные цели я не устанавливаю. Со мной это никто не согласовывает. Хотелось бы. Водитель может быть заблокирован, причем, по абсолютно нелепой причине. Но вот в этих же исковых требованиях у нас о водителях идет речь тоже. То есть, водитель был заблокирован по смешной причине. Ваши документы не прошли дополнительную проверку службы безопасности. Я проверил эти документы сам лично. То есть, ты их держал в руках? В руках держал. Документом вопросов. Я их проверил, водительского удостоверения проверил по базе МВД, все четко, все красиво, вернее, по базе ГИБДД. Паспорт проверил по базе МВД. Все четко, все действует. Я отправил в Яндекс даже, ребята, вот смотрите, пожалуйста, все. Все, копия верна, я подтверждаю это. На что Яндекс даже не соизволил ответить. То есть, получается, что у парков такие же проблемы, как у водителей. Ты пишешь техподдержку, и в ответ ничего. А в ответ тишина. В ответ тишина. Яндекс каким-то образом пытался, и ты каким-то образом пытался с Яндексом связаться. Ну, условно говоря, прежде чем подать в суд, нужно же попытаться договориться как-то на берегу. Ну, то есть, решить все проблемы вне, ну, в досудебном порядке, скажем так. Ну, именно в досудебном порядке мы пытались это решить. То есть, было сначала отправлено вот по водителям вот эти две досудебные. Потом было отправлено уже после блокировки парка просто претензия сначала. Потом именно досудебная претензия. Яндекс никак не отреагировал, никак на это не ответил. То есть, ну, проявил, так сказать, свое фи ко мне. То есть, речь не от техподдержки даже. То есть, естественно, ты отправлял письма, ну, куда-то выше. Юр-отдел я отправлял. И тоже никакой? Никакой реакции. Каковы шансы, что выиграете? Ну, на данный момент шансы совсем не нулевые. Очень велик шанс, что мы даже в первой инстанции можем это выиграть. Очень велики. Вообще, в принципе, вот этот иск, он как бы с первого раза приняли у вас? Или были сложности? Сложности были. Были даже два предварительных слушания. То есть, ну, суть самого иска очень сложно воспринимается и присутствует правовой вакуум. То есть, понятия недобросовестность в гражданском кодексе отсутствуют. А тут именно создалось недобросовестное поведение Яндекса ввиду того, что он занимает доминирующее положение. И, соответственно, он может диктовать свои условия всем. Но при этом, я читал в новостях, Яндекс признали занимающим доминирующее положение, но при этом он не признан монополистом. Ну, к сожалению, есть 448-е постановление правительства, которое указывает, что IT-компании невозможно сейчас на данный момент проверить. То есть, это может произойти только по одной причине. Если погибнет человек, там еще что-то произойдет, тогда только проверка может произойти. По-другому никак. То есть, фактически складывается ситуация. Яндекс блокирует водителя, ты встаешь на защиту водителя, Яндекс блокирует тебя, но при этом никто не проверяет, насколько Яндекс добросовестно работает, потому что моратория на проверке. Да, и, по сути, присутствует правовой вакуум. То есть, нет у нас статей в гражданском кодексе именно о недобросовестном поведении. Нет этого. В принципе, наши исковые требования строятся именно как раз-таки на доминирующем положении и на недобросовестном поведении. Один из пунктов, мы предлагаем внести изменения в оферту Яндекса, которая будет уже как бы более уравновешивать права и обязанности всех участников этого рынка. На этом моменте хочу остановиться подробнее. Все вы понимаете, что оферта Яндекса – это такая штука, которую вы, по сути, принимаете, нажав кнопочку в таксометре. Вот, и никак на эти условия, которые Яндекс выдвигает, повлиять не может. Ну, то есть, Яндекс говорит, вы будете работать на таких-то условиях, и вы либо согласны, либо идете лесом. Вот, соответственно, ты хочешь эту ситуацию поменять. Да, немножко изменить. Хотелось бы именно, ну, у нас именно по недобросовестности идут два требования. То есть, чтобы именно согласование, внесение изменений в оферту всегда производились, и на начальном этапе при подписании оферты, чтобы тоже была возможность вести переговорный процесс с Яндексом, вносить изменения. Насколько я понимаю, парк, ну, это такое, это не один водитель, да? Соответственно, какой-то ущерб нанесен тебе? Финансовый ущерб нанесен. Насколько он велик? Пока, как бы, я не могу обозначить эту позицию, насколько он велик. Ну, я думаю, что мы в ближайшее время проведем аудит этого всего мероприятия, и выясним, насколько я просел по деньгам из-за этого. А именно финансовые требования, ну, то есть, в досудебном порядке Яндекса пока не выставлял? Нет, пока что, потому что мы еще сами это толком не просчитали. Потом мы это все просчитаем, и я думаю, что и эти исковые требования мы выставим. Насколько для остальных, скажем так, участников рынка, для водителей, для парков важна победа вот в этом? То есть, будет ли это решение, на твой взгляд, какой-то опорой для тех, кто хочет защитить свои интересы по отношению к Яндексу в будущем? Ну, это создаст прецедент, хотя у нас не прецедентное право, но это создаст серьезный прецедент, особенно если будут в Гражданский кодекс внесены статьи по поводу недобросовестного поведения. Есть пленумы определенные Верховного суда, Высшего арбитражного суда, где указываются эти моменты, но это все на усмотрение суда. По сути, самый интересный вариант из этого иска, это именно для общественных организаций было бы интересно, потому что они могут выступать в интересах третьих лиц. Я, к сожалению, могу только защищать свои собственные нарушенные права. Главный вопрос, не страшно, но, то есть, тут такое количество требований, если они все будут удовлетворены, то, по сути, Яндексу придется в корне поменять свою работу. Не боишься каких-то последствий более серьезных, чем блокировки парков? А я не против Яндекса, я против методов его работы. Я хочу, чтобы он работал в правовом поле, в правовом поле полноценно, соблюдал конкурентные возможности всех участников этого рынка и не был все-таки доминирующим на рынке. Хотелось бы, чтобы соблюдалось равноправие. Насколько я понимаю, все бесправны перед Яндексом на данный момент. То есть, водители и парки с точки зрения Яндекса абсолютно никто. И можно диктовать свои условия. Зовут их никак. Зовут никак. При этом ответственность несут именно водители и парки, если что. То есть, Яндекс ответственности... Парки, перевозчики. Ответственность сейчас на данный момент полностью лежит на перевозчике. Хотя, вот в 580-м ФЗ уже обозначили, кто такой Яндекс. То есть, кто такой агрегатор. Служба заказа легкового такси. У него есть определенная ответственность. Но даже, как бы, вот, то, что нам даже в суде, как бы, задавали вопрос. А почему вы, вот, указываете... Вот у нас был такой пункт, где мы в конце дописали соблюдать законодательство Российской Федерации, обязать Яндекс. Как бы, ну, глупое немножко, глупое требование. Но по факту хотелось бы, чтобы оно соблюдалось не только в Москве и Сочи, а и во всех остальных городах. Почему я должен нести больший затрат, чем тот, кто нелегал пришел. То есть, ему не нужно делать ОСАГО под такси, которое стоит немалых денег. Ему это не нужно делать. Ему не нужно проходить медика, механика. То есть, тратить тоже денежные средства. А это безопасность. То есть, я считаю, что у всех участников этого рынка должны быть равные условия. А сейчас я нахожусь в невыгодных условиях относительно нелегалов. И даже относительно, скажем так, парков под ключашек. Я нахожусь в невыгодных условиях. Находишься именно как легальный перевозчик, как человек, у которого трудоустроенный водитель. То есть, ты, в принципе, заведомо в проигрышном положении относительно тех, кто вот просто... Как, кстати, Яндекс рекламирует. Если вы читали рекламу, подработай, так сказать, заказы по пути. Вози с работы домой. А это четко противоречит законодательству. Ну, то есть, как человек, который работает где-то, на заводе, в офисе и так далее, может возить заказы, если он не занимается этим профессионально. Свои 8 часов. Дальше вышел еще 5 часов, отработал в такси. Какая безопасность. И глупо предположить, что у него будет разрешение на это. Зачем ему оформлять, если он работает на заводе? Если вам интересно, чем это все закончится, следите на канале. Обязательно расскажу. Ну, а в ближайшем ролике подробнее пройдемся тогда по этим исковым требованиям. Потому что это, ну, прям, реально. Вот это квинтэссенция 2,5 килограммов бумаги. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Следите за событиями. Субтитры создавал DimaTorzok